МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Мобильные телефоны со встроенными сим-картами пожизненного обеспечения накануне вручили ветеранам Великой Отечественной войны волонтеры Победы, представители Единой России совместно с Рио-губернатором региона Юрием Бездудным. Избавить береговую линию реки Печора от мусора в рамках эко-марафона «Чистые берега» вышли предприятия организации города. Традиционную акцию поддержали и сотрудники Лукоил Коми. Несмотря на многочисленные просьбы горожан снять ограничения на посещение бассейна во дворце спорта Норд, Роспотребнадзор остается непреклонным, заявляя, что это станет возможным только на третьем этапе снятия ограничений. Сервис «Сбермаркет» начал свою работу на территории заполярной столицы. Новая услуга позволяет совершать покупки, не выходя из дома. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в избирательное законодательство, который в том числе устанавливает возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решения о возможности проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех, будут принимать избиркомы, причем они должны определиться за 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. После этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования. Документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещений для голосования на оборудованных территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования. Одновременно решение о многодневном голосовании при проведении выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов будет принимать избирательная комиссия субъекта Российской Федерации. Закон определяет, что наблюдателями на выборах могут стать только граждане, зарегистрированные на той территории, где проходят выборы. Режим повышенной готовности на территории Ненецкого округа продлен до 30 августа. Прибывшие в регион по-прежнему обязаны сохранять режим двухнедельной самоизоляции или предоставить документ, подтверждающий отсутствие заболевания. Между тем, в Ненецком округе за последние двое суток не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели два вахтовика Хасырейского месторождения. Они проходили лечение в стационаре Ненецкой окружной больницы. На лечение в инфекционном отделении Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день находятся 4 пациента. 40 вахтовиков получают лечение амбулаторно по месту нахождения на месторождениях и в Нарьинмаре. Двое переведены в медицинские учреждения Республики Коми. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии в Ненецком округе зарегистрировано 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 226 человек выздоровели, трое скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. На самоизоляции на дому на сегодняшний день находится 537 человек. Продолжаются обследования на COVID-19. С начала пандемии их проведено порядка 6 тысяч. 3 августа в условиях ограничительных мер официально открылся единственный в Нарьинмаре кинотеатр во Дворце культуры Арктика. Региональный Роспотребнадзор дал добром. Этому способствовали многочисленные просьбы горожан. Несмотря на такие же многочисленные просьбы в отношении открытия бассейна во Дворце Спорта Норд, надзорное ведомство остается непреклонным, заявляя, что это станет возможным лишь на третьем этапе снятия ограничений. Учитывая, что ограничительный режим продлен до 30 августа, единственным доступным местом для любителей плавания остается открытый бассейн Голубых озер. В условиях арктического лета, пусть и достаточно теплого, удовольствие сомнительное. Тему продолжит Наталья Дуркина. Я считаю, что его нужно открыть, потому что кто-то не выезжал за пределы нашего округа или города. Поэтому я думаю, что надо и дети ждут, и взрослые отдохнуть. Хочется и не у всех возможность поплавать, например, на очко сходить. Кто-то нет возможности. Поэтому я думаю, что бассейн должен работать. Мое мнение такое. Я посещала бассейн до карантина, и сейчас его закрыли, поэтому я не могу ни съездить ни на море, даже в бассейн среди частных возможностей. И я считаю, что его нужно открыть. Я до карантина ходила в бассейн. Мне этого не хватает. Откройте бассейн. Ну, я считаю, это вообще ненормально. Рестораны, кафе, бары открыты. Там тоже кучка не людей собирается. А бассейн закрыт. Хотя бассейн, там и дезинфицируют все, водичка, хлориста. Не знаю. Это неправильно. И если так, надо все закрывать, и чтобы все были, все закрыто было. Такое солнышко было. Хорошо так поискупалось, так здорово было. И думаю, сейчас холодно станет. Надо, наверное, записаться в бассейн. Открыли же. Ну, как питерская подружка сказала, что открыли. Звоню. Закрыто. Почему закрыто? Ну, у нас не открывали их. В смысле не открывали? Почему в Питере открыли? У нас нет. В период пандемии коронавирусной инфекции были введены ограничительные меры. Закрылось абсолютно все. Кафе, рестораны, торговые центры, бани, сауны, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры и многое другое. С улучшением эпидемиологической обстановки было решено поэтапно выходить из режима ограничений. Распоряжение об утверждении плана было подписано временно исполняющим обязанности губернатора региона Юрием Бездудным. План включает три этапа выхода из режима ограничений. Ненецкий округ находится на втором этапе. Чтобы открылся бассейн, по словам сотрудников Роспотребнадзора, необходимо ждать третьего этапа. Переход на третий этап предусматривает снятие ограничений и возможность проведения массовых мероприятий с соблюдением санитарного режима, открытие всех образовательных организаций, объектов общественного питания, возобновление продажи льготных проездных билетов, а также снятие ограничений с граждан, прибывших на территорию НАУ с территорий иных субъектов России, предусматривающих выполнение требования по самоизоляции на двухнедельный срок. Однако объекты общественного питания открыты. Центр оздоровительного плавания «Дельфиненок» работает с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Только бассейн, который находится во дворце Спорта Норд, до сих пор в цепях ограничений. Мы два раза направляли письмо в Роспотребнадзор, но пришел отказ с формулировкой, что мы ждем снятия ограничений третьего этапа. И тогда, возможно, мы начнем свою работу. При том, что площадь бассейна более 250 квадратных метров, что даже при соблюдении социальной дистанции позволяет посетителям спокойно заниматься плаванием. К слову, у сотрудников дворца Спорта Норд даже разработано расписание посещения с необходимым интервалом для уборки и дезинфекции помещения. Более 600 детей в листках ожидания. Звонки на самом деле поступают ежедневно, неоднократно. В течение дня поступают обращения жителей, потому что ждут, когда откроем мы бассейн и полноценно начнем работу соучреждения на коммерческой основе. Не так давно мэр города Олег Белак выступал с просьбой принять решение об открытии парных в городе. В СЭС мы обращались, еще обратимся. Все-таки парные нам как-то нужно открыть. Потому что у нас можно сидеть в местах отдыха, в ресторанах, условно говоря, там и на коленях, и в притирку. Приходить грязными, немытыми. Ну да, а в банях почему-то, почему-то, в парных, где высокую температуру нужно соблюдать полтора метра, да, и это вот вызывает более жара. Что в принципе невозможно. Ну это невозможно, и оно вызывает вот такое абсурдное непонимание. Добавлю, во Дворце Спорта Норд уже проведены ремонтные работы. Заменена система отопления, произведена затирка чаши бассейна, полная смена воды. Все готово к тому, чтобы принять посетителей. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Пожизненный безлимит. Волонтеры Победы и представители Ненинского отделения партии «Единая Россия» совместно с временно исполняющим обязанности губернатора региона Юрием Бездудным встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. В рамках акции «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» ветеранам вручили мобильные телефоны с встроенными сим-картами пожизненного обеспечения. Тему продолжит Наталья Дуркина. В теплой домашней обстановке гостей встречала Валентина Иосифовна Коткина. Участник блокады Ленинграда гаджетом пользуется часто. Внук помогает бабушке осваивать новый телефон. Он только что недавно приезжал, я нажала кнопку, и телефон не работает, и ничего не показывает. Он говорит, бабушка, ты его выключила. В рамках акции «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» Валентине Иосифовне вручили мобильный телефон с встроенной сим-картой пожизненного лимита. Вот, решили хорошее доброе дело сделать вам, дать, подарить телефон сим-картой, которую вы можете пользоваться безлимитно и безвременно. А главное, удобно. А главное, кнопочный, с большими кнопками, с большими, близким, друзьям, знакомым. Денису и мне. Да, а мы с вами на прямой связи. Ещё одной обладательницей такой мобильной связи стала Ангелина Ивановна Тарасова. Ангелина Ивановна, нет более позитивного человека в Наринмаре, чем вы. Это правда, да. Вот мы когда ехали, я рассказывал Денису, говорю, сейчас пойдём к Ангелине Ивановне, это самый позитивный человек. Но мы, правда, хотели подняться повыше, мы были у вашей подруги на первом этаже, а потом говорим, так нам же наверх, говорит, нет-нет-нет, поедем по другому адресу. Ангелина Ивановна поделилась простыми секретами хорошего настроения и долголетия. 50 лет проработала на школу Порту, а потом всё занималась спортом. И прыжки, и бег, и на лыжах. Добавлю, такими телефонами бесплатно будут обеспечены более 52 тысяч ветеранов по всей стране. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукёвич, Телеканал Север. Оленья-стойбище в мини-формате. В Наринмаре в мастерской окружного этнокультурного центра открылась выставка «Страна оленья». Она посвящена традиционному празднику «Дню оленя». На ней представлены работы фотохудожников Геннадия Кожевина, Альберта Людвига, Сергея Ладыкина и Марии Варницыной. В центре внимания композиция молодого скульптора Ивана Апицына. С подробностями Любовь Пермякова. Мастер по дереву Иван Апицын показывает нам свою композицию. Мини-стойбище состоит более чем из 15 оленей. Завораживает тонкая работа художника. Здесь все животные словно настоящие. Как художник, у меня всё в голове. Я просто вижу форму, просто саму фигуру за три часа. Рога тоже три. Покрасить два часа. Все олени вырезаны из сухого дерева, раскрашены акварелью. Малой скульптурой Иван увлёкся пару лет назад, когда посетил мастер-класс известного в округе мастера Александра Литкова. Это первая выставка молодого художника. Он родился на острове Колгуев. С детства увлекался рисованием. Я просто дома рисовал. У меня все тетради были изрисованы в школе. И поэтому меня направили в детскую школу. В детской школе искусств города Наринмара Ивана Апицына вспоминает как талантливого ученика. Действительно, Иван окончил Суздальское реставрационное училище. Сейчас молодой человек работает декоратором во дворце культуры Арктика. Кстати, когда выставка закроется, художника ждёт ещё одно творческое путешествие. Со своей скульптурой мастер отправится в Москву на Всероссийский фестиваль «Сокровище Севера». Сейчас выставку могут увидеть все земляки Ивана. Она расположена в центре декоративно-прикладного творчества по улице Тыковылки 2А. Также выставку можно посмотреть в онлайн-формате на странице мастерской этнокультурного центра НАУ. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Завершился очередной этап кадастровой оценки объектов капитального строительства, а также земельных участков в населённых пунктах. Предварительные результаты кадастровой стоимости всех объектов можно уточнить на официальном сайте Центра кадастровой оценки Ненецкого округа. Переоценка объектов капитального строительства, а также земельных участков происходит раз в 3-5 лет. Сейчас проходит этап знакомства заинтересованных лиц с результатами оценки. В случае, если владельцы недвижимости или земли не согласны с ней, то в срок до 1 сентября 2020 года они могут подать замечания непосредственно в Центр кадастровой оценки, направив документы на электронный адрес или через МФЦ. Затем мы сформируем окончательный отчёт. Его утвердит Управление имущественных и земельных отношений. И с 1 января 2021 года эта кадастровая оценка вступит в силу. И именно с этой кадастровой оценки будут браться налоги. Имущественный налог, земельный налог, ну и также арендная плата на земельные участки. Специалисты сообщают, что в случае увеличения кадастровой стоимости увеличится и сумма налога. Но в соответствии с налоговым кодексом она не может превышать сумму прошлого налога более чем на 10%. Предыдущая оценка была довольно давно, больше пяти лет назад. И, к сожалению, особенно по ОКСам, по объектам капитального строительства, мы видим, что она была очень плохо сделана. Раньше это делали не государственные учреждения, а тот, кто выиграл конкурс. И некачественно, к сожалению, подходили оценщики к этой работе. То есть оценщики не приезжали сюда, не видели, не знали, как это. Сейчас мы произвели расчеты, мы собирали рынок недвижимости, анализировали, строили модели. И, соответственно, уже оценили в соответствии с этим моделем. Напомним, ознакомиться с результатами переоценки можно на сайте Центра кадастровой оценки Ненецкого округа. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Эстафету эко-марафонов «Чистые берега» принимает река Печора. Предприятия организации города вышли на уборку мусора береговой полосы. Традиционно акцию поддержали и сотрудники Лукоилкоми. Яна Валеева – истинный борец за чистоту природы. Девушка постоянно принимает активное участие в уборке городской береговой территории и лесополосы. Находясь на пикнике, всегда во всеоружии – перчатки и мусорные пакеты. Яна уверена, если каждый будет следить за собой и не мусорить, получится избежать массового загрязнения природы. Как-то мы с ребенком приезжали на пляж, и я обнаружила очень много мусора. Было неприятно отдыхать в данном месте. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Такого правила придерживается Александр Муравьев. Мужчина уверен, если люди будут дальше относиться халатно к окружающей среде, в ближайшем будущем мы будем жить в большой свалке. Хочу сказать, что не один день в году должен быть посвящен уборке мусора. Это должно быть у человека, записанного уже в голове, с малых лет. Я считаю, что необходимо всем воспитывать детей своих правильно, элементарно. Мусор не бросать где попало, а выкинуть в урну мусорку, куда следует. Ежегодная акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» направлена на улучшение экологической обстановки. Участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега от грязи, мусора, отходов производства и потребления. Сотрудники нефтяной компании «Лукоил Коми» традиционно принимают в ней активное участие. На самом деле эта акция проходит у нас получается один раз в год, но мы как от молодых специалистов постоянно выезжаем в леса, убираем мусор, собираемся и куда-нибудь, не только берег получается, у нас и лес тоже отдыхают так, что потом мусор за собой много оставляют. Мы получается постоянно устраиваем такие мероприятия. Добавлю, в 2019 году за время проведения акции было очищено более 40 километров береговой полосы, силами более 600 человек. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». За покупками, не выходя из дома. Теперь это стало возможным благодаря сервису «Сбермаркет», который начал свою работу в заполярной столице в июле, наравне с другими 130 городами нашей страны. Как много порой времени мы тратим на походы в магазины, в спешке забывая проверить срок годности или нахватав продуктовую корзину лишнего. Теперь на помощь тем, кто ценит свое время и ресурсы, пришел сервис «Сбермаркет». Купить необходимые товары можно, не выходя из дома. Для этого достаточно просто скачать приложение, выбрать нужные позиции с предложенного списка и дождаться курьера в течение двух часов. Либо же оформить доставку на конкретное время с 10 утра до 12 часов ночи. Большим спросом пользуется доставка товаров с полок в магазины у пенсионеров, у мамочек с маленькими детьми, у людей, которые подолгу находятся на работе и не успевают сходить в магазин. Сборщик получает уведомления в приложении на своем телефоне, изучает заказ клиента и приступает к его сборке. Товары выбирает тщательно и последовательно. Скоропортящиеся продукты и заморозка в последнюю очередь. Сборщик внимательно изучает срок годности и внешний вид товара. Убедиться в правильности выбранного продукта помогает приложение. «Сканирую продукцию, потому что может это по гармовке быть не то, мне не пробьется. То есть, если это не та продукция, мне просто не даст это. Добавляю количество, сколько заказов, одно количество, все. Срок годности совпал, продукция хорошая, можно добавлять». В случае отсутствия товара на полках магазина сборщик связывается с покупателем и согласовывает замену товара на аналогичный. Деньги списывают у клиента только после согласования всех товаров и после того, как покупки пробивают на кассе. Если продукты уже привезли и клиента что-то не устроило, тогда в течение 24 часов деньги вернут. «На данном этапе у нас стабильно идет 3-4 заказа в день. Но с каждым разом прибавляются все новые клиенты. Есть и постоянные, но новых тоже немало». После покупки товаров сборщик упаковывает их в пакет, строго соблюдая товарное соседство, размещая в холодильник, морозильную камеру или шкаф в зависимости от условий хранения, до момента, когда их заберет курьер. «Здравствуйте, вас беспокоит курьер компании «Сбермаркет». Доставка ваша». Курьер привозит товары прямо по адресу, соблюдая все противоэпидемиологические требования. «Этот сервис недавно открылся в городе. Очень удобно. У меня трое детей. Не всегда есть возможность сбегать в магазин, чтобы срочно что-то приготовить. Благодаря этому сервису, то есть в заказанное время, все очень легко. Заходишь в приложение, выбираешь, все привезли, все отлично». На данном этапе единственный ритейлер в городе – это торговая сеть «Хороший». Но в ближайшее время рассматривается вопрос расширения ассортимента магазинов, а значит и товаров. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok